Музыка Там огромное помещение внутри Я не думаю, что видно будет это на видео Если моргалку включить, вот так может быть лучше видно будет Я так уже делал как-то Там огромное помещение Тюрьма, тюрьма Какие казематы Тут можно сбежать сразу КОНЕЦ 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 ну конечно не совсем идеальный, но... Там видишь, люди снизу идут, вон там самый низ, а это не низ, там все, вон конец уже, видишь? Мы здесь не можем обойти, нам надо еще не жить. Горячим калнем, а потом было выпилено опять. Да, кого-то бы, я не знаю, ну как это выглядит, это просто жесть. Музыка. 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 Да, это я на фотографиях видел, там прям сливается и там совсем невозможно разобрать. Я говорю, тут единственный шанс это квадрокоптер, который здесь нельзя. Которого просто у нас нету, так бы нам было плохо. Да и нету, да, может быть, конечно, в сторонку отошли бы, запустили, подлетели, да улетели. На том бы берегу сели и вообще все прекрасно бы изучили. Да и не надо на берегу, что на тебя тут собак спустят, тебя будут бегать искать, где ты квадрокоптера запустил. Да херня это все. Все, мы пришли от того места. В сторонку, да, а почему они такие черные вот тут местами, интересно. Но самое интересное, они местами как будто срезанные, а причем местами такой округлой формы. Вот там сверху, например, я вот сверху снимал, там четко видно было. Все как большой ложкой так раз и отрезали. А ниже такая идеальная ровность. Просто очень ровно. И эта сторона, если сбоку посмотреть, она, по-моему, под наклонами довольно ровная. Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот левый кусок, вот это вот свисает, да, получается, скала. Ну, конечно, могли обложить, чтобы это типа не обвалилось. А вот что, вот эти окна заложили. А вон окно, смотри, Саша. Да. Ну, вижу я. То есть, само окно заложенное за вот этим камнем. Ну. Зачем? Ну, блин. Ну, то есть, получается, что камень появился, то есть, вот это вот наплыв, этот скальный, появился позже. Не, ну, там, там, может не окно, там, так лежит камни, как-то непонятно. Надо обойти еще все хорошо. Вот эту арку делали. Она выглядит как будто... Ну, вот здесь, смотри, вот явно заштукатурено. Вот там, понятно, вот где-то заложено. Я говорил, что вот это я увижу, то же самое. Слушай, ну, здесь реально как будто вкладывали камень. Вот здесь реально вкладывали камень. Вот он, он здесь идет. Здесь, здесь его реально вкладывали. Да, надо вокруг обойти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправились мы теперь по нижнему участку. Вокруг крепости Юра уже умирает. Он уже ноги стер, уже еле дышит. Ну, секундочку. Скорую помощь ему, скоро вызывать. Лично я прошел почти 6 километров. Ну, да, немного, но тут то, что мы много вверх-вниз прыгаем, и вот по этим камням у меня, честно говоря, подошвы немного болят. Вот эта часть нижняя, она напоминает форму звезды. Причем блоки, как у крепостей, якобы крепостей звезд. Небольшой вот такой угол. Ну, вот здесь отлично видно, какой угол. Вот так. Вот такие. Они острые. Один угол мы уже прошли. Это второй. А вот там такой уже в виде ромба следующий. Так, моему другу нужна пауза. Сейчас мы где-нибудь присядем и отдохнем. Ну, вот на первый взгляд обычный холм. Ну, во-первых, там люк. Ну, ладно, скажут, канализация. Хорошо отдушины. Думаю, тут тоже не все так просто. Вот такая хитрая. Я такую видел уже. Может быть и канализационная. Хотя я не уверен. Так, дошли до следующего угла. Вернее, как угол. Он не совсем здесь угол. Непонятно какой он. Даже не угол. Так, один угол на нем. Два, три. Ромб, да? Такой вот ромбик. Нормальный. Высота там, вот где пушки я был. Ну, представление о ней имел. Очень высоко. Даже не знаю, что тут сказать по высоте. И мы еще, похоже, опускаемся. И тут не знаю, что дальше будет. Что мы увидим, сейчас посмотрим. Так, и оттуда мы плавно переходим. И уходим все ниже и ниже. И нас ждет следующая стена. С огромными блоками. И идеально прямоугольная форма. Ну, уже подмазано снаружи. Здесь такая закругленная форма. Вот такая она. До самого низа. И переходим мы дальше. И так до следующего угла. Ну, вот этот блок. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Еще с небольшим. Надо будет потом померить, сколько это будет. К сожалению, метр я забыл тоже дома. Как и бинокль. Блоки очень большие. Честно. И уходят они туда, в землю. Ну, это же культурный слой. Тут все понятно. А от этого, наверное, фундамент. Не видать, к сожалению, какие они там блоки. А блоки ли это вообще? Что-то тут понамазали. Непонятно. Но блоки огромные. Огромные. Есть еще больше. То, что я мерил. Раз, два, три, четыре, пять. С небольшим. Есть еще больше. Есть они чуть-чуть поуже. Где-то сверху я вот видел. Но они длиннее. Итак, дошел до следующего угла. Ну, блоки ты посмотри, какие реально здоровые. Больше метра. Метр двадцать сколько? Метр десять, двадцать. Вот, за следующий угол. И там уже пошли мелкие блоки. Юра, я тебя могу обрадовать. У нас подъем впереди. Ну, блоки, в общем-то, идеально ровненькие. И причем наружная сторона, как я уже видел, вот такими точками. Как дятел подолбил. Зонный вопрос всегда возникает. Вот строить такое сооружение для обороны, да? А вот эти вот полтора-два метра местами оставлять что, для противника? Смотри, какими пупырышками. Что за зубила было вообще? А вот это вот оставили для противника, да? Чтобы он здесь располагался, чтобы ему удобно было. Как-то не пляшет все-таки. Итак, следующий угол. И что мы там увидим? И дальше еще один угол. Ну, пойдем дальше. Вышли из-за этого угла, и нам открывается пейзаж на скалы, на которой якобы крепость. Или, может, все-таки это ковчег был? Ну, походим сейчас вокруг, посмотрим. Может, что-то здесь интересненького увидим. Ну, там, где башня, мы что-то с той стороны видели, да? Сейчас глянем, что там. Ну, вот здесь все то же самое. Интересно. Так, а это башня. Официалы сами не знают, для чего она, да? Наверное, правда, непонятно, для чего она. Вот здесь вот видно отчетливо. Что камнем закладывалось позже, похоже. Хотя, вроде да, вроде нет. Ну, ладно. Ну, вот, то ущелье-то, вот, видишь, сверху, щель огромная. Она по-любому раньше была. Согласен? И там, сверху, по-любому, уже приделывалась стена сверху. То есть, местами мы видим одно, а местами совсем другое. Тут, скорее всего, все перемешку. Скажу, что здесь снижу съемку вести еще сложнее. Потому что до самой скалы расстояние, высота еще приличная получается местами. Если под той стеной мы шли прямо под ней, то здесь, вон, какая высота еще от самой скалы. Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, видать тут высота, не видать. Скала очень высоко. Ну, там где-то проглядывается Эльба. И тут еще все выше, и выше, и выше. И вот куда нам надо еще забраться. Ну, туда мы сейчас поближе подойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Местами скалу, похоже, укрепляли. Сколько ж тут всего-то понастроили. Интересненько. Субтитры сделал DimaTorzok Я больше прихожу к выводу, что их потом подкладывали, чтобы не было обрушения этих скал. Чем больше я на это смотрю, тем больше я это понимаю. И гораздо уже позже это делалось. Ну, возможно, даже уже как бы в прошлом и даже в этом столетии. Где-то местами. Ну, вот, только я это проговорил. И вот тут внизу голову опустил, увидел то же самое. В 1931 год. И, похоже, вот эти здесь именно камушки подкладывались для того, чтобы вот эти скалы неизначай не рухнули. Но, по крайней мере, здесь это просматривается четко. А там местами, конечно, для чего вот эти арки все. Это, конечно, вопросы очень интересные. И они никуда не денутся. Но возникают вопросы при виде таких камней, где ничего не подложено. Они что, не будут обваливаться? Вот здесь огромная глыба. Вот там я вижу тоже огромные глыбы. Где ничего не подкладывается. Или они не могут обвалиться. Те могут, эти не могут. Как это решают? Как определяют? Ну, вот это вот. Чем вот только что я прошел? Чем она больше, вот, вероятность у нее обвала? Чем у той, которую я только что прошел? Да она, по-моему, еще массивнее, чем та. Ну, вот, под нее сделали опору. Или руки не дошли еще. Может, еще руки не дошли. Вот здесь я вижу с камней опоры кругом. А это совсем свежие. Ну и зубилами их, зубилами их под старину. Слушай, а вот, Ляк, посмотри, какие окна. Куда они? Это окна. Это арки какие-то огромные. Так мы их не видели изнутри. Сверху, может быть, и видели, вот оттуда, с выступа. Но плохо видно было. А что ты снутри-то и отсюда, по-моему, не увидишь. Мы слишком низко находимся, чтобы увидеть, что там. А там заложено, Саша. Да ладно? Да, посмотри. Ух ты, а там скала. Нормально. Там реальная скала. Здесь три такие огромные арки. То есть здесь, если по этаже перевести, где-то четыре этажа. Так какие? Тут каждая арка два с половиной этажа. Два этажа точно. Не, ну вот последнюю арку взять, потолок, где-то будет этажа четыре. Не будет тут четыре. Тут будет шесть-семь этажей. А вообще вся эта высота, Саша, это выше десяти этажки. Не, ну высота, ладно. Ну ладно, я так не ориентируюсь. Ну вот это свежачок, это видно. Это все подкладывалось. Ну, 1930-й. 90 лет все-таки уже, да? Якобы. Сколько я сказал, девятьсот или девяносто? Что-то мои ноги уже, на мой язык действуют. Не, ну скалы, посмотри, местами как будто их просто чук срезали. Нет. Вот обчесанные прям. Ну вот взяли ровненько такой ножичек, как по маслу. Раз и обрезали. Особенно вот это вот. Вот. Прям прямая. Сейчас покажу. Вот она. Прям идеальненькая такая. Жук. И пошла вниз. Ровненько. следы чего а тут альпинистом ползают где ты видишь посмотрели на всю ее структуру ты видишь она как будто попили на секцион ну какая пила должна быть большая посмотри как ровно ну типа это песочком так надуло до 10 миллионов лет но у них миллионы это везде они любят миллионы я когда эти миллионы слышу не так смеяться хочется то ли плакать то тут что на чем что под чем и что для чего просто ужас дикий вот эти опорные камушки ладно хотя что они тут могут эти камушки подпереть для красоты разве для эстетики их сюда могли воткнуть или для загадочности я теперь уже забыл где сверху видел где вот как камни заходили за скалу вот это щелочка а чё здесь не заложили ну чё вон слева же заложили а здесь сил не хватило вот тут заложили эту нет они примерно одинаковые вот там у нас эльба там домики проглядываются и там эльбу видно высота хорошая о кто-то нацарапал 1901 вв и чё там с лице серпе молот 1901 серпе молот не понял юмора да да вон же где буквы видишь и под буквами видишь ну просто жесть там м ронишь м ронишь да и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Что ж она такая черная! Добро пожаловать на наш канал! 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 путешествие семь с половиной часов проведенные в крепости с арками вот с этими разобрался для чего они здесь они вот все над трещинами ну вроде что-то мостика за вот такие арки к сожалению вот для чего вот те арки которые вот над окошечками но это ладно где окошечки и вот там слева заделанные замурованные окошечки это понятно а на той на первой стене были просто арки просто в стене для чего для красоты для эстетики и так семь с половиной часов здесь плюс 3 часа дорога ну вот десять с половиной часов ну где-то еще полчаса пока сейчас дойдем уже и до парковки доберемся где-то еще полчаса пройдет в общем как раз 11 часов путешествия теперь надо нам до ночлежки еще доехать это как минимум 35-40 минут и завтра мы едем снимать мост по стой ночевать мы будем наверное 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 в тихие ночлежка у нас далеко где-то 35 километров но здесь конечно чем срезали надо поискать видите как кругленько довольно счесана скала если вообще информация может быть конечно это для лифта так делали хотя что-то я сомневаюсь что для лифта вот так надо делать серьезные у меня сомнения по этому поводу все же скорее всего ну так по виду вот везде кругом сделано зубила это конечно не удивлюсь что скажут что зубилами так кругленько срезали ровненько интересно конечно а а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok